В России второй день голосования на выборах президента. Тысячи химчан уже сделали свой выбор. Среди них члены политических объединений, общественники, депутаты. Явка очень высокая. Люди относятся к этому серьезно. Понимают, что в эти дни, решающие для страны, мы сегодня выбираем будущее страны. Голосуем за будущее, за будущее наших детей. За ходом голосования на избирательных участках следят наблюдатели, представители партии, полицейские, а также муниципальные депутаты. Утро, опять-таки, после того, как я проголосовала, объехала все УИКи в нашем микрорайоне. Посмотрела, везде тихо, спокойно, очень улыбчивые наблюдатели, серьезная комиссия. Еще организация идет за счет того, что сейчас проходит у нас Масленица, поэтому на каждом УИКе. Поэтому не только приходят голосовать, но и немножко попраздновать. Основательница женской футбольной команды «Мамсити» Екатерина Сурина также пришла на избирательный участок. Мы, конечно же, голосуем каждый раз, принимаем участие в выборах, безусловно. Мы считаем, что это наше право, наша обязанность выразить свою волю. Мы хотим участвовать в будущем нашей страны. Многие избиратели предпочитают традиционное голосование на участке. Например, член политического объединения Павел Баранов пришел в свою родную школу, где встречается с учителями, с теплотой вспоминает прошлое и думает о будущем. Выбираю посещение участка, общение с людьми для меня важнее. Считаю важным участие в выборах президента Российской Федерации. Выборы занимают не более 20 минут личного времени, которое повлияет на судьбу нашей Родины на ближайшие 6 лет. Мне привычно все-таки прийти лично. И более того, я считаю, что эти три дня будут действительно определяющими. Это одно из самых важнейших событий не только в России, но и в мире. Среди тех, кто решил проявить гражданскую позицию, немало известных химчан и спортсменов. Например, свой выбор сделала заслуженный мастер спорта по легкой атлетике, призер Олимпийских игр Ирина Худорожкина. Я считаю, что, наверное, долг каждого гражданина нашей страны прийти на свой избирательный участок и, наверное, сердцем проголосовать и выбрать достойного кандидата. Это будущее наших детей. У меня двое детей. Это как наши дети дальше будут жить, где они будут жить, в какой стране они будут жить. Мы стараемся прийти проголосовать. Химчанин, актер Александр Михайлов, наиболее известной ролью в фильме «Любовь и голуби», также проголосовал на выборах президента. Я призываю всех избирателей, наших граждан, нашей России великой, не оставаться равнодушными в стороне, проголосуйте. Умоляю вас, проголосуйте за будущее наших детей, за наших матерей. Работает избирательный участок и в аэропорту Шереметьево, где смогли проголосовать тысячи пассажиров и сотрудников главного воздушного порта страны. В их числе и руководитель крупнейшей логистической компании округа Денис Беляев и его сотрудники, которые занимаются перевозками грузов. Сегодня здесь у нас более 20 человек. Это значительная часть нашего коллектива. И примерно столько же у нас еще зарегистрировалось на дистанционное электронное голосование. Мы работаем здесь, в Шереметьево, и нам это очень удобно. Рядом с местом работы провести такое торжественное мероприятие. Отдать голос за своего кандидата можно любым удобным способом. Те, кто зарегистрировался заранее на дистанционное электронное голосование, могут воспользоваться компьютерами на ближайшем избирательном участке или проголосовать с мобильного устройства прямо из дома. Александр Сергеев, Новости Химки ТВ.